Жители одного из домов по улице Куйбышева волнуются за своего 54-летнего соседа. Мужчина почти две недели не открывает двери, а в окнах днём и ночью горит свет. Люди подозревают, ему могло стать плохо. Обеспокоенные жильцы вызвали полицию и спасателей. Но чтобы ломать двери квартиры, нужно разрешение хотя бы родственников. Наш корреспондент выехал на место и попытался разобраться в этой истории. В квартире на пятом этаже горит свет круглые сутки. Вот только хозяина никто не видит уже вторую неделю. Соседи уверены, с мужчиной что-то случилось. Перед тем, как он закрылся дома, для него вызывали скорую. Ему стало плохо, когда он возвращался домой из продуктового магазина. Пенсионерка Людмила Микова первая пришла к нему на помощь. Он был без сознания. Потом он очнулся, подал мне ключи. Я открыла дверь, завела его в квартиру и сказала, я сейчас вызову скорую. Медики пробыли в квартире мужчины около часа и уехали. На следующий день пенсионерка решила навестить соседа. Но двери он не открыл. Соседи убеждены, мужчина просто не может подойти к двери. Его могло парализовать. Люди вызывали полицию. Стужители закона пояснили. Оснований ломать дверь нет. Ведь хозяин мог забыть выключить свет и уехать отдыхать. Органы есть у нас, домоправление, милиция. Все у нас есть. Почему это нельзя сделать? Все приезжали и никто не скрывает дверь. А если человеку нужна помощь? Если он там голодный или обезвожила его? Соседям посоветовали искать родственников мужчины. Может им удастся попасть в квартиру и все выяснить. Татьяна Морозова, Михаил Шурмель, 31 канал.